а вот и вторая часть видео о реальном испытании gps трекера sky net 8 первой части кто не видел там краткий обзор трекера его характеристики технические и работа с приложением здесь же для самых нетерпеливых речь пойдет о плюсах и минусах которые выявил для того чтобы как-то не просматривать далее весь ролик о реальных испытаниях там будет все прекрасно видно и экономить ваше время поэтому начну свой рассказ о том что было что будет на видео видно и какие плюсы и минусы я для себя отметил 1 во время эксплуатации ошейника затирается этот наклейка с идентификационным номером поэтому я ее записал шариковую ручку в коробку также пароль для того чтобы случае смены смартфона либо продажи ошейника эта информация у нас не затерялась и не болела потом голова как потом этот трекер использовать второй нюанс забивается грязью места вот эти вот сопряжения а также попадает грязь под внутреннюю крышку мы помним что на первом видео резинка идет вот соосно этих болтов поэтому это вот расстояние она забивается но это не столь важно тест по воде показал это будет видно как собака окунал этот ошейник в грязь в лужу в лесу и в ручье поэтому никто его не принуждал сам топил этот ошейник лежал достаточно долго тест он выдержал забивается грязью микрофон забиваются грязью вот эти вот динамики но я почистил все работает на микрофон звонил он потом качество передаваемого сигнала звукового не меняется все отлично работает что хочу сказать еще первое испытание проводил в лесу пасмурную погоду второе это было в поле в ясную погоду а далее в ясную погоду в лесу работа отличается в лесу между пасмурной погоды и ясный в пасмурную погоду минус трекер до 10 минут молчал не отображался на смартфоне хотя в ясную погоду вот на опушке леса стоишь каждые 25 секунд отображается обновляется приложение и точка ошейника местоположения собаки показывает каждые 25 секунд хотя стоит приложение одна минута час там чуть более при испытаниях в лесу пасмурную погоду я был немножко разочарован тем что собака вроде бы рядом с тобой а показали что он там за 300 метров спустя 10 минут только обновилась потом вышли вроде бы на открытую местность что-то там начал обновляться потом опять зависла думал что нестабильная работа не ловит спутники по приезду домой по приезду домой немаловажный момент я открываю историю заложил и вижу что в лесу том лесу которым я ходил и трекер не ловил по 5 минут по 10 история записаны каждые 25 секунд то есть ошейник записываю подает сигнал на сервер сервер каждые 25 секунд отслеживала местоположение записывала но по причине плохой связи сервер не отправлял на смартфон данные о местоположении gps трекера поэтому если вдруг вы поедете с таким трекером либо с иным любой модели попробуйте зайти в историю в истории отображается сразу то есть мы не ждем когда сигнал с ним прилетит она сервер обратились он нам показал что вот 25 секунд назад собака была здесь и здесь начал пользоваться таким способом когда . зависает действительно помогает лесу под сухую погоду ясную лесу более менее стабильно он работал там на две минуты на минуту когда 25 секунд отображала но вот такой нюанс я отметил но зачем это трекер для того чтобы мы не потеряли собаку правильно правильно поэтому даже если нету связи с такой огромным с огромной емкостью батареи в 4000 миллиампер часов понятно собака куда-то выйдет и связи то он словит отобразится наша . где эта собака находится поэтому я брал для того чтобы не терять собаку пера второе построиться под вон если связь не ловят за эту в историю посмотрю какую сторону собака направляется что еще хочется отметить за два часа работы собаки в лесу то есть мы гоняли лесу гоняли зайца батарея за два часа села на 2 процента всего лишь при этом я звонил сюда на трекер слушал что собака там делает отдает ли голос был такой момент когда я позвонил абонент был недоступен я немножко напрёкся из-за этого но потом связь появилась собака прибежал отобразилась на карте и все начало работать как положено чуть позже на открытых участках местности отошел собака в лес я стою на пушке слышу он он пропал либо скололся собака либо не скололся я набрал номер позвонил слышу собака гонит просто волос не доносится этот еще один плюс ошейник помогает сэкономить наше время и нервы когда собака погнал лесу он догнал до норы леса занарилась я это все вижу на карте отображается и смотрю собака возвращается своим следом хотя я вышел уже на противоположную сторону леса я двинулся обратно и мы встретились точки подъема зверя а так бы я стоял и ждал бы и считал бы что пёс где-то там может быть гоняет может где-то скололся распутывает след а так все прекрасно видно сэкономил время потом после испытания еще четыре раза ездил и ни разу я с горном не пользовался хотя до этого том же лесу я по три часа собаку ждал до закрадываются самые такие мысли плохие что с собакой произошло и тому подобное так все отлично кто хочет посмотреть видео с момента испытаний с момента испытаний на влагозащищенность работы собаки с момента звонков на смартфон как звук звучит пожалуйста сейчас все покажем поэтому не жалейте денег на своих друзей но что-то как тебя шейник не нравится немного да ну пойдем пойдем искать добычу что не нравится не нравится да или ты влаус себя срываешь сейчас пойдем пройдем все по лесу посмотрим что здесь есть молодец молодец пошел только не надо меня кресть давай 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 ищи ищи пошел искать связь в порядке gps с ловлен для того чтобы отключить трекер собака вон пошел я считал уже не лег а теперь будем испытывать его смотреть что-то он поднял может зайцы на дороге ничего не видно будем сейчас чуть дальше собак отойдет посмотрим как работает микрофон позвоним на трекер послушаем что происходит рядом с собак как видим трек на месте стоит обновление данных стоит на месте он уходит в ту сторону но пустанин послушаем сейчас как я и говорил возможно когда в городских условиях gps ловит связь в порядке отправляешь отключить устройство проходит 7 секунд 7 секунд прежде чем отключить этот sky net 8 одесс лес то есть обратный туда-сюда сигнал может такой большой задержка это происходит может еще погода пишет что собака делается 744 740 где уже время задержка на две минуты будем звонить послушаем что происходит рядом с собакой послушаем что происходит рядом с собакой вы слышите да все отлично как он дышит тяжело стоим подождем возможно это леса будем ждать обновление точки сейчас так что у нас пока за 745 так вот он собака вот сработка пошла сторону речки сторону речки вот теперь можно определить куда погнал кстати вот сейчас очень отлично сколько раз я здесь находился хочу сказать отголоски по лесу идут не понимаешь какую сторону двигается сейчас вот более-менее трекер обновился я вижу что собака пошла прямолинейно скорее всего это леса будем сейчас мониторить дальше скорость развел он 9 километров в час направление юго-запад все как положено пишет батарея 100 я не слышу он звоню на мобильный вообще ничего не слышно в лесу что собака происходит куниться куниться абонент временно недоступен перезвоните позже видели куницу обалдеть так мой пес уже здесь обновляется начало что корректно работать расстояние до собаки 260 метров какой-то просвет среди облаков и шейник начал более-менее работать вот здесь вот в этой низине место плохое для связи честно с горочку поднимемся вот горок вот и пес ай молодец вильтон молодец прогнала что-то гнал что потерял что потерял а молодец иди ко мне сюда молодец ты работал немного дождь да сложно тебе пойдем пойдем вернулся тем следом которым шел собак это видно прекрасно по gps треку а так бы где его ждать вот приз прекратил собака гнать зверя и куда вот сейчас немножко легче ориентироваться вот смотрите что делать с ошейником ну что ты делаешь чешется чешется я вижу тебе плохо как тебе не нравится а если ослабить будут болтаться бить тебя будет надо свыкнуть прошло буквально 8 минут 7 а трек показывает старую точку хотя собака рядом крутится вот он передо мной и упорно и упорно не можем словить этот сигнал с ошейника вот он потерял даже телефон час вот . смещается определяет четкое местоположение определили двигается . вопросу нету мышц рядом шоу время 8 00 последнее время трека 752 и 45 секунд все на этом закончила сейчас попробуем из леса выйти на поле других условиях потестировать его достаточно чувствительный сигнала трек как только часть наверно падает бесполезно вот он собака тестирует ошейник в воде о-о-о супер просто до топи его молодец вперед за работу трек стоит сейчас попробуем на него позвонить можно выключился нет работает слышно его как обвертки бьется все работает часть ловит а упорно местоположение не определяет ну вот более-менее на открытом пространстве начал трекер обновляться один раз в минуту сигнал вот он видите начал работать 8 часов 10 минут 22 секунды только что . обновилась ждем следующую пока подвигаемся вперед есть уже представление где собака находится на каком расстоянии вот 8 часов 10 минут 43 секунды обновился трек вот пес уже впереди идет так сейчас пройдем чисто по полю посмотреть насколько будет обновляться все и дам свои пояснения 4 3 2 1 каждые 15 секунд вот он собака только что на пушке здесь был значит работать на открытой местности будет когда идет дождь сильная облака что строну и и и а и и я вижу туда надо идти работает собака и слеза заяц не выходит кружки делает возможно это беляк звонил слышно я вот так вот если стоять на пушке не слышно ветер идет звонишь на трек слышно как он идет расстояние 500 метров было минуту назад сейчас надо определить куда-либо пойду по просеке либо здесь останусь ждать все-таки вот чем глубже в лес тем хуже начинает появится нет обманул вас работает раскрутил скидку молодец все отлично видно пошли поищем где-то потерял пошли поищем сейчас мы дадим дадим сейчас мы пошли молодец где-то в лесу остался наколол не остался или иди ко мне вели иди ко мне сюда вот сегодня ясная погода небо такое без туч равнинная местность сейчас мы трекер проверим именно вот и в этих условиях иди ко мне сюда идем ходи ко мне обязательно надо не забыть его включить выжилец активно тестирует ошейник на водопроницаемость сейчас жира стоит просто выбрались погуляться посмотреть вот он ложится лучше пресса заставлять не нужно что хочется отметить ошейник работает все отлично спутник ловит гораздо лучше чем в лесу открытой местности везде нет никаких препятствий для мобильной сети там косохоры какие тому подобное что жарко мы пойдем машине протестировали все работает покажу скрин записи экрана работы приложения и отмечу несколько нюансов которые при этом есть я имею ввиду почти стать обновления на самом приложении и в тот момент когда мы входим историю на гораздо история быстрее отображает данное реальное местоположение это странно конечно но нужно будет написать разработчиков чтобы с этим как-то делали иначе все будет стоять на месте у них с продажами да и нам будет проще ориентироваться почему нельзя трек рисовать в приложении а в истории рисуют вот вопрос почему вот такие вот дела а Продолжение следует... Продолжение следует...